Уроки из книги Аль-Иршад и Ла-Сахиха Аль-Иатиqat Шейха Салиха Ибн Фаузана Ибн Абдуллы Аль-Фаузана Урок 1. Исламская Акида Хвала Аллаху, к Нему мы обращаемся за помощью. У Него просим прощения и защиты от зла наших душ и скверны наших дел. Тот, кого Аллах повел по верному пути, того никто не сможет сбить. Тот же, кого Аллах сделал заблудшим, того никто не наставит на прямой путь. Свидетельствуем, что нет божества достойного поклонения кроме Аллаха и свидетельствуем, что Мухаммад его раб и его посланник. В переводе на русский язык арабское слово Акида значит вероубеждение человека, его мировоззрение, основанное на вере в Аллаха, его посланников, вере в судный день, а также остальных столбах имана. Исламская Акида была передана человечеству через пророков, которые получали небесные откровения, священные писания. В них содержится вся полнота убеждений мусульманина, обязательных для каждого человека на земле. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. Я не хочу от них никакого удела и не хочу, чтобы они меня кормили. Также Всевышний Аллах говорит Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него. Аллах Субханаху ва Тааля также говорит Мы отправили к каждой общине посланника. Поклоняйтесь Аллаху и избегайте Таута. Таут – это все то, чему поклоняются, помимо Аллаха, и все то, чему придают какие-либо качества, которых достоин только один, лишь Всевышний Аллах. Все пророки обращались к человечеству с призывом последовать путем истинных и правильных убеждений. Все небесные книги были неспосланы для того, чтобы донести до людей эти убеждения, а также разъяснить все то, что портит их, разрушает или противоречит этим убеждениям. Каждый человек прежде всего должен стремиться к постижению и изучению правильных убеждений. И это особенно важно ввиду того, что на основе этих убеждений базируется счастье человека, как в этой жизни, так и в жизни следующей. Всевышний Аллах сказал в Священном Коране «Кто не уверует в тагута, а уверует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломится». Это значит, что если человек выпустит нерушимую рукоять этой акиды из своих рук, то ему ничего не останется, кроме фантазии и лжи. Что же может быть за пределами истины, кроме заблуждения? Аллах Аззаваджаль говорит «Валека би анна Аллаха хуал хак, «Все это потому, что Аллах есть истина, а то, чему они поклоняются, помимо Него, есть ложь». Таким образом, конечным пристанищем того, кто отказался от прочной рукояти исламской акиды, станет адское пламя. И как же скверна эта обитель. Акида – это то, во что верит человек, что он исповедует в своей жизни. Если акида соответствует тому, что Аллах передал через своих пророков и не спослал в своих священных писаниях, то это и есть истинная и правильная акида. Если же акида человека противоречит тому, что Аллах передал через своих пророков и не спослал в своих священных писаниях, то она неизбежно приведет человека к справедливому наказанию и бедственному положению как в этой жизни, так и в жизни следующей. Правильная, здоровая акида спасает человека от возмездия Аллаха в день Великого Суда. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи васалям, сказал «Ман ляки Аллаха ля юшри куби ги шай анда халал джанна» «Тот, кто встретит Аллаха, не поклоняясь никому, наряду с ним войдет в рай». А тот, кто встретит Аллаха, поклоняясь кому-либо, наряду с ним войдет в адское пламя. Также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи васалям, говорил «Инна Аллаха харрама аляннари манкаля ля иляха илля Аллаху ябтаги бедалеки вачхаллах» Воистину, Аллах запретил адскому пламени касаться того, кто сказал «Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха», стремясь этими словами к лику Аллаха. Правильной акидой Всевышний Аллах стирает наши грехи. Сообщается, что Анас ибн Малик, рады Аллаху анху, сказал «Я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи васалям, говорил «Кал Аллаху та'аля», Аллах Всевышний сказал «Ябна Адам, ляу атайтани бекураби л арды хатая, сумма ла китани ла тушрику би шай'ан, ла атайтукя бекураби халмагфина» Всевышний Аллах сказал «О сын Адама, если ты придешь ко мне с грехами по размеру подобными земле, но не совершая при этом многобожие, то я приду к тебе с прощением, подобным ей по размеру». Когда Всевышний Аллах говорит с грехами по размеру подобными земле, то есть с таким количеством грехов, что будь они материальны, то заполнили бы собой всю или почти всю землю. Однако условием достижения такого всеобъемлющего прощения является чистота акиды от многобожия. От любых его проявлений, как больших, так и малых. Те люди, которые соответствуют данному условию, являются обладателями непорочных сердец, о которых Аллах сказал в Коране «Я умаля, янфа умалю, ну а ля банун, илля ман ата Аллаха би кальбин салим» В тот день, когда ни богатства, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочными сердцами. Великий ученый Ибн-Каим Аль-Джаузия, да дарит его Аллах своей милостью, сказал «Носителям чистого, незапятнанного единобожия, таухида, будут прощены такие грехи, которые не будут прощены многобожникам». «Если единобожник, не совершающий абсолютно никакого многобожия, никакого ширка, предстанет перед Аллахом с грехами по величине подобными земле, то он, Всевышний Аллах, даст ему прощение такого же размера». «Но этого не произойдет с тем, чье единобожие ущербно. Только чистейшее единобожие, свободное от любого проявления ширка, имеет свойство искоренять грех без остатка. Потому что она содержит в себе любовь к Аллаху, возвеличивание и прославление Его, страх перед Ним и надежду только на Него одного. Если же человек обладает этими прекрасными качествами души, то грехи его непременно будут стерты, даже если они заполнят собою всю землю. Нечистоты грехов слабы, а единобожие являются надежной защитой». Конец цитаты слов Ибн-Ибн-Каима. Именно правильные убеждения человека способствуют принятию Аллахом его добрых дел. Всевышний сказал «Тех мужчин и женщин, которые поступали правильно, будучи верующими, мы непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они совершали». «В свою очередь неправильные убеждения, особенно если они связаны с многобожием и неверием, уничтожают праведные и добрые дела, совершенные человеком». Аллах Аззаваджелля сказал «Валякад ухия илейхи ва иляллядзина мин каблика ла ин ашракта ла яхбатанна амалюка ва ла таку нанна минал хасирин». «Тебе» Аллах Всевышний здесь обращается к пророку Мухаммаду саля ла алию саля. «Тебе и твоим предшественникам, то есть тем пророкам, которые были до тебя, уже было внушено в откровении. Если ты станешь приобщать Аллаху со товарищей, то тщетными будут твои деяния, и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток». Приобщать со товарищей – значится предавать Аллаху партнеров, соучастников, помощников, совершать многобожие. Аллах Субханаху Вата'аля также в Коране говорит «Залеке гудаллах яхди бигима ящау мин аибади валяв ашраку ля хабита ангум макяну ямалю». Таково руководство Аллаха, посредством которого он ведет прямым путем тех из своих рабов, кого пожелает. «Но если бы они приобщались со товарищей, то есть совершали многобожие, то стало бы тщетным все, что они совершали», – говорит Аллах. Искаженные и неправильные убеждения, основанные на многобожие, делают рай и прощение грехов запретными для своего обладателя, что непременно обеспечит ему вечное мучение в адском пламени. Аллах Субханаху Вата'аля говорит Воистину, Аллах не прощает, когда к нему приобщаются товарищи, но прощает все или менее тяжкие грехи, кому пожелает. Также Всевышний Аллах говорит «Воистину, кто приобщает к Аллаху других богов, тому он запретил рай. Его пристанищем будет адское пламя, и у беззаконников не будет помощников». Правильная кыда оставляет свой благодатный след в сердцах людей, положительно сказывается на уровне общественной нравственности, а также помогает людям устраивать свою жизнь наилучшим образом. В качестве примера можно привести две группы людей, каждая из которых возвела здание мечети во времена жизни пророка Мухаммада. Одна община построила мечеть, основанную на праведности и чистых убеждениях, с искренностью перед Всевышним Аллахом. Другая община построила свою мечеть, преследуя дурные цели, с грязными убеждениями и злым умыслом. Аллах велел своему пророку молиться только в той мечети, которая была основана на богобоязненности, и запретил ему молиться в мечети, основанной на неверии и коварстве. Аллах, Субханаху ва Та'але, сказал, «Те, которые построили мечеть для нанесения вреда и поддержания неверия, внесения раскола в ряды мусульман и создания заставы для тех, кто издавна сражается против Аллаха и его посланника, непременно они будут клясться. Мы не хотели ничего, кроме добра. Аллах свидетельствует, что они являются лжецами. Никогда не совершай в ней намаз. Мечеть, которая с первого дня была основана на богобоязненности, больше заслуживает того, чтобы ты выстаивал в ней молитву. В ней есть мужи, которые любят очищаться. Воистину, Аллах любит очищающихся. Тот ли, кто заложил основание своего строения на страхе перед Аллахом и стремлении к его довольству лучше, или же тот, кто заложил основание своего строения на самом краю обрыва, готового обвалиться? Так что он обвалится вместе с ними в адское пламя. Воистину, Аллах не ведет прямым путем людей несправедливых. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословения посланнику Аллаха, а также его семье и всем его сподвижникам. Лекция 2. Знание исламской акиды – обязанность каждого мусульманина. Хвала Аллаху, к Нему мы обращаемся за помощью. У Него просим прощения и защиты от зла наших душ и от скверны наших дел. Тот, кого Аллах повел по верному пути, того никто не сможет сбить. Тот же, кого Аллах сделал заблудшим, того никто не наставит на прямой путь. Тот же, свидетельствуем, что нет никакого божества, нет никого и ничего достойного поклонения, кроме Аллаха. И свидетельствуем, что Мухаммад – его раб и его посланник. Мир ему, а также всей его семье и всем его сподвижникам. Акыда в переводе на русский язык обозначает убеждение. Убеждение. Убеждение человека – его мировоззрение. Если же рассматривать это слово в спектре исламских шариатских понятий, то слово акида приобрело более узкий, более конкретный смысл. Оно обозначает вероубеждение мусульманина, основанное на вере в Аллаха, вере в его посланников и судный день, а также остальных столпах имана. Каждый мусульманин обязан изучать исламскую акиду. Нужно понимать ее, нужно знать, на чем она зиждется, что противоречит ей, что делает ее недействительной или неполноценной. Всевышний Аллах Субханаху Ва Та'Аля сказал, «Фаалям, анна гуляа иляха илля Аллаху вастагфир лиданбик». «Знай же, – говорит Аллах, – что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех». Великий ученый, автор самого достоверного сборника хадисов, Ас-Сахих, имам Аль-Бухари, одну из глав своего сборника назвал «Глава о том, что знания предшествуют словам и делам». Таково было название главы в его книге. И он подкрепил это утверждение вышеуказанным аятом Священного Корана. Аль-Хафид Ибн Хаджир Ласкаляни писал в своем толковании к сборнику Ас-Сахих. Он привел слова ученого Ибн Аль-Мунаира и говорит «Ибн Аль-Мунаир, объясняя этот момент, сказал «Имам Аль-Бухари имел в виду, что знания являются условием правильности слов и дел. Они не принимаются в расчет, если были совершены без знания. Знание предшествует им, потому что именно оно делает правильным намерение человека и сами его дела». Конец цитаты слов Ибн Аль-Мунаир. Вот почему обладатели знания уделяют большое внимание изучению вопроса Ак-Иды и обучению людей правильным убеждениям. Более того, ученые отдают приоритет изучению Ак-Иды перед остальными исламскими науками. На эту тему составлено множество книг, в которых подробно рассматривается все, что связано с Ак-Иды и поясняется, почему получать знания в этой области становится важнее, чем в любой другой сфере знаний об исламе. В этих трудах ученые детально анализируют и разъясняют проблемы многобожия, искажения и нововведения, которые портят религию или делают ее абсолютно недействительной. К примеру, смысл слова «ля илях иляллах» – «нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха», или «нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха». Важнейший и первостепенный вопрос Ак-Иды – это не просто слова, которые мы говорим своим языком. Эти слова на самом деле указывают на конкретные вещи, убеждения, поступки, запреты и т.д. Так что они содержат в себе важный смысл, они требуют от человека необходимых действий. Все это нужно знать, а затем воплощать в своей жизни как практически, так и духовно. Более того, следует знать и то, что по причине некоторых плохих поступков или слов, это свидетельство может быть нарушено частично, а может быть разрушено полностью. Узнать об этом можно только через получение соответствующих знаний. Повелитель правоверных Умар ибн-Хаттаб, да будет довольным Аллах, сказал Боюсь, что скоро будут распущены завязи ислама одна за другой, когда вырастут в исламе те, кто не ведает, что представляет собой джагилия, невежество. Изучая Ак-Иду, необходимо выбирать правильные книги, которые составлены в соответствии с Кораном и Сунной и убеждениями праведных предшественников. Следует сторониться книг, которые противоречат пути сторонников Сунны. Это, например, книги Ашаритов, Муатазелитов, Джахмитов и прочих заблудших сект, сбившихся с пути сподвижников. Ак-Ида должна преподаваться как в мадресе, так и в мечетях. В мадресе должно быть выделено достаточное число учебных часов, дабы студенты смогли усвоить материал наилучшим образом. В мечетях также должны быть организованы кружки для изучения Ак-Иды, в которых люди с преподавателем изучали бы книги по данной теме, получая квалифицированное толкование. От этих уроков будут получать пользу как ищущие знания, так и остальные присутствующие. Также имамы и учителя должны давать более упрощенные уроки для обычных прихожан, чтобы исламская Ах-Ида укоренялась в том числе и среди простых людей. Если есть возможность, то такие уроки нужно доводить до людей посредством радио. И хорошо, если будет один постоянный радиоканал, посвященный вопросам исламской Ах-Иды. Кроме того, конечно же, необходимо и крайне важно, чтобы каждый мусульманин лично заботился о своей Ах-Иде. Он должен читать книги по этой теме, ознакомиться с трудами, которые были составлены в соответствии с убеждениями праведных предшественников. А когда он освоится и окрепнет в правильных убеждениях, то тогда может ознакомиться и с трудами тех, кто противоречит пути сторонников Сунны. Это поможет ему получить представление об убеждениях тех, кто сошел с прямого пути истины. А также поможет ему опровергнуть сомнения, которые направлены против правильной Ах-Иды. Когда мы размышляем над текстами Священного Корана, то замечаем, как много аятов и сур посвящаются теме убеждений. Все суры меканского периода почти полностью посвящены теме исламской Ах-Иды и отведению сомнений, направленных против нее. Имам Ибн-Аль-Каим, да одарит его Аллах своей милостью, сказал, Знай, что эта сура Аль-Фатиха наилучшим образом охватывает самые возвышенные и фундаментальные понятия. Она полностью вобрала в себя все самое необходимое. Эта сура знакомит нас с тем, кому мы поклоняемся, и называет три его имени, которые являются основой и источником прекрасных имен и возвышенных качеств Всевышнего Аллаха. Это три имени Аллах, Ар-Рахман и Ар-Раб. Имя Аллах образовано от арабского слова Иля, что значит объект поклонения, тот, кому поклоняются, с признаком определенности и конкретики объекта. То есть слово Аллах указывает на то, что Аллах, он есть тот единственный, кому должно быть адресовано наше поклонение, посвящены наши обряды поклонения. Имя Аллах, Ар-Раб, в словах Раббуль Алямин, значит Господь, Владыка, Устроитель, Хозяин. Имя Ар-Рахман переводится на русский язык как «Всемилостивый», тот, чья милость охватывает всех и вся. Основы этой суры в том, что только Аллах достоин поклонения. Только Он управляет этим миром. И все вокруг связано с Его качеством безграничной милости ко всему сущему. «Тебе одному мы поклоняемся», значит, что поклонение может быть посвящено только Аллаху. «Тебя одного молим о помощи», значит, что только Он господствует и управляет мирозданием. «Веди нас прямым путем», эти слова указывают на Его милость. «Хвала Аллаху. Хвала включает в себя все три вещи. Он достоин хвалы за свое исключительное право на поклонение, за свое господство и власть, за свою милость. Мы возносим Ему хвалу и прославляем Его так, как подобает Его величие. Эта сура содержит в себе весть о том, что после смерти мы все вернемся к Нему, и рабы Его будут судимы в соответствии со своими делами, добрыми или злыми. В тот день только один Аллах будет выносить решение о судьбе своих творений, и суд его будет справедливым». Весть об этом содержится в словах «Властелину дня суда». Весть Коран – это либо призыв к единобожию таухейду, соблюдению его принципов и описания награды тем, кто исповедует его, либо, напротив, предостережение от многобожия, от его сторонников и описание той кары, которая неминуемо падет на них. «Хвала Аллаху, Господу миров» – это единобожие. «Милостивому, милосердному» – это единобожие. «Веди нас прямым путем, путем тех, кого ты облагодетельствовал» – это тоже единобожие и мольба о том, чтобы Аллах ввел нас путем единобожников. «Не тех, на кого пал гнев и незаблудших». То есть не веди нас путем тех, которые отошли от единобожия. Большинство коранических сур содержит в себе два раздела единобожия. В своих текстах Коран либо сообщает нам об Аллахе и его именах и качествах – это, так сказать, теоретическое единобожие, воплощенное в знаниях – таухид, ильми. Либо Коран сообщает нам о призыве к поклонению только одному Аллаху, отказу от поклонения кому-либо другому помимо Него. Это практическое единобожие, воплощенное в действиях – таухид-палаби. Третий вид коранических текстов призывает нас к повиновению конкретным приказам Аллаха или его запретам, что также является нашей обязанностью в отношении единобожия и доводит его до совершенства. Несмотря на то, что священный Коран уделяет такое внимание вопросу исламских убеждений, многие люди читают его, но не понимают акиду должным образом. Путают элементарные вещи и ошибаются. И это происходит не потому, что акида сложна, нет. Она легка и проста. Но проблема в том, что некоторые люди следуют за своими страстями и идут по пути, на котором они застали своих отцов. Они читают, но не размышляют над сутью и содержанием Корана. Воистину, нет сил и мощи, кроме как соизволения Всевышнего Аллаха. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение посланнику Аллаха, а также его семье и всем его сподвижникам. Урок 3. Призыв к исламской акиде Если мусульманин призывает кого-либо к религии Аллаха, то ему не следует начинать с разъяснения обязанностей и запретов. Но нужно призывать к тому, чтобы люди исправили свои убеждения. Потому что именно акида является той основой, которая способна сделать деяния человека правильными. Об этом наш сегодняшний урок. Хвала Аллаху! К Нему мы обращаемся за помощью. У Него просим прощения и защиты от зла наших душ, от скверны наших дел. Того, кого Аллах повел по верному пути, того никто не сможет сбить. Тот же, кого Аллах сделал заблудшим, того никто не наставит на прямой путь. Тот же, свидетельствуем, что нет никакого божества, нет никого достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха. Свидетельствуем, что Мухаммад его раб и послание. Когда мусульманин по милости Всевышнего Аллаха получает знания верной акиды, верных убеждений, и начинает неуклонно придерживаться ее в своей повседневной жизни, то становится обязательным для него призывать к ней и других людей, дабы вывести их из темноты заблуждений к свету истин. Аллах Субханаху ва Та'аля в Священном Куране говорит Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения. Кто не верует в тагута, то есть кто не верует в выдала, кто не верует во все то, чему поклоняются помимо Аллаха, а верует во Всевышнего Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается. Аллах слышащий и знающий. Дальше Всевышний Аллах говорит Аллах, он покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их из мраков к свету. А покровителями и помощниками неверующих являются тагуты, то есть идолы, их языческие божества, которые выводят их из света к мракам. Они являются обитателями адского пламени и пребудут там вечно. Призыв к исламской акиде – это самая первая проповедь всех пророков. Прежде всего они начинали свое обращение к людям с призыва к исправлению убеждений и только потом к исправлению других дел. Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля говорит «Мы отправили, говорит Аллах, каждой общине посланника, которые возвещали людям, призывали их поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута». То есть избегайте идолопоклонства, многобожия ширка. Самым первым воззванием каждого божьего посланца были следующие слова «Я кауми абуду Аллаха, малякум мин иляхин гайрух». «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас иного истинного божества, нет у вас никого, кому можно было бы поклоняться, кроме него». Все пророки вторили друг другу. Эти слова говорил каждый пророк. Это говорил Нух, Гуд, Салих, Шуайб. Это говорил Ибрагим, Муса, Иса. Это же говорил и последний пророк Мухаммад, и другие посланники, да пребудет над ними мир и благословение Всевышнего Аллаха. Поэтому каждый, кто получил знание Акыды и затем с благословения Аллаха стал подтверждать ее своими словами и делами, тот не должен ограничиваться только лишь спасением своей собственной души. Он обязан призывать к этому других людей, объясняя им истинную веру с мудростью, добрым увещеванием, так же, как это делали посланники Аллаха и как делали их сподвижники. Призыв к правильным убеждениям – это фундамент. Фундамент исламской проповеди – это старт, с которого начинается путь призывающего. Если мусульманин побуждает кого-либо покориться Аллаху, то он не должен начинать свой призыв с обязанностей и запретов до тех пор, пока человек не исправит свои убеждения, свою веру. Потому что именно акиды являются той основой, которая способна сделать деяния человека правильными. Если же дела не основаны на правильных убеждениях и вере, то такие дела и поступки не будут приняты Аллахом, и человек не получит за них никакой награды. Всем известно, что ни одно строение не может быть возведено, и ни одно строение не сможет устоять без сооружения под ним прочного фундамента. Поэтому посланники очень внимательно относились к акиде и ставили ее прежде всего другого. Когда пророк, саллиллаху алейху асалям, отправлял своих сподвижников к народам с проповедью ислама, то всегда учил их начинать свой призыв, свой даават с исправления убеждений. Сообщается со слов Ибн Аббаса, что посланник Аллаха, саллиллаху алейху асалям, отправляя в Йемен Муаза ибн Джабаля, сказал Ты, говорит, прибудешь к людям, почитающим Писание, Библию. Так призови же их засвидетельствовать, что нет истинного божества, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что я посланник Аллаха. Дальше пророк, саллиллаху асалям говорит Если они повинуются в этом, то есть в первом, в единобожии, то тогда дай им знать, что Аллах вменил им в обязанность совершения пяти молитв, намазов, которые совершаются в дневное и ночное время. Если они повинуются тебе в этом, то дай им знать, что Аллах вменил им в обязанность милостыню, закат, который следует взять у богатых людей и передать бедным. Если они повинуются тебе и в этом, то остерегайся брать в этих целях их любимое имущество и остерегайся мольбы притесненного человека, ведь между этой мольбой и Аллахом нет никакой преграды. Размышляя над этим хадисом и рассматривая методы пророческого призыва в Коране, а также изучая то, как вел свою проповедь пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва салям, мы узнаем, каким должен быть путь призыва к Аллаху. Становится ясным, что самым важным и первостепенным призывом в исламе является проповедь истинной акиды. Чтобы люди поклонялись только одному Аллаху, не придавали никому помимо Него тех качеств, которых достоин только Он, только Аллах. Чтобы они перестали посвящать обряды своего поклонения кому-либо другому, кроме Всевышнего Аллаха, великому исламе. Это и есть смысл слов «ля иляхи иллах». Нет никакого божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. После того, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, получил пророческую миссию, он провел 13 лет в Мекке, и все это время он был занят исправлением неправильных воззрений и пагубных убеждений своего народа. Он побуждал их поклоняться только Аллаху и отказаться от идола поклонства. Пророк, саллиллаху алейхи ва салям, делал это задолго до того, как было неспослано веление относительно молитвы, милостыни, закята, поста, хаджа, борьбы за веру, а также задолго до появления первых запретов, таких как запрет на ростовщичество, риба, прелюбодеяние, зина, распитие алкоголя, совершение ставок в азартных играх и тому подобных грехов. В свете сказанным становятся очевидными ошибки многих современных течений и организаций, занятых делом призыва к исламу, которые при этом не уделяют никакого внимания Акыде. Они концентрируют внимание людей на второстепенных вопросах, на том, что связано с моралью и нравственностью или практической стороной исповедания религии, игнорируя вопросы веры и убеждений. Они видят, что люди совершают великое многобожие, связанное с поклонением могилам, мавзолеям, шейхам, устазам, что происходит в некоторых мусульманских странах вот сейчас. Но при этом они не высказывают им порицание, они не исправляют их убеждения, не удерживают от этого ни в своих лекциях, ни в своих книгах, ни в журналах, которые они выпускают. Если же что-то и делается в этом направлении, то это ничтожно мало. В рядах таких течений и группировок можно видеть людей, практикующих многобожие широк, заблудших суфи. Но те, кто стоит во главе этих движений, не предпринимают никаких мер, не запрещают и не побуждают отказу от ложного пути. Ведь известно, что призыв таких людей и исправление их Акыды намного важнее, чем даже призыв атеистов и многобожников, которые заявляют о своем неверии открыто. Безбожники и представители других религий, они не скрывают своего неверия в ислам. Они прямо заявляют, что их убеждения противоречат учению божьих пророков. Что же касается могилопоклонников, то они мнят себя мусульманами и считают, что исповедуют ислам. Они обольстились своим заблуждением и обольщают других. Рассказывают, что один из почитателей могил, то есть из людей, которые поклоняются могилам, просят у могил, просят у мертвых каких-то святых, вот такой человек однажды увидел идолопоклонника, который поклонялся идолу, стоящему перед ним. И вот этот почитатель могил высказал ему свое порицание, назвал его многобожником, язычником, идолопоклонником. И этот идолопоклонник сказал. Смотри, ты поклоняешься творению, которого ты не видишь, а я поклоняюсь творению, которое стоит прямо передо мной. Так кто же из нас совершает более странные вещи? Могилопоклонник не нашел, что ответить на такой аргумент. Несмотря на то, что они оба являются заблудшими многобожниками и поклоняются тому, что не приносит им ни вреда, ни пользы, однако почитатели могил, они еще глубже в своем заблуждении, еще дальше зашли в поисках невозможного. Проповедники, которые призывают людей к Аллаху, должны больше концентрировать внимание на всем, что связано с акидой, нежели на чем-то другом. Конечно же, на первом этапе надо самому посвятить себя изучению и глубокому пониманию исламской акидой, а затем обучать этому тех, кто сошел с истинного пути или допустил какие-либо ошибки в вопросе вероубеждения. Аллах, субханаху ва та'аля, говорит. Ибн Джарир, да одарит его Аллах своей милостью, в своем известном тафсире, в толковании Корана, говорил относительно данного аята, обращаясь к пророку Мухаммаду, Всевышний Аллах сказал, «Скажи, о Мухаммад, это призыв, с которым я обращаюсь, это дорога, которой я придерживаюсь, проповедуя Единобожие, посвященная Аллаху, это мое чистое, незапятненное поклонение, очищенное от поклонения ложным божествам и идолам, это моя беспрекословная покорность и отказ от ослушания. Это мой путь, моя дорога и мой призыв. Я призываю к Аллаху, только к Нему одному, не предавая Ему сотоварищей и партнеров. Я делаю это согласно убеждению, очевидным и ясным знаниям, которыми я обладаю. И то же самое делают мои последователи. Они призывают согласно убеждению и ясным знаниям. Призывают к вере в Аллаха. Так же и те, кто последовал за мной, поверил мне и уверовал в мою миссию. Безупречен Аллах. Субхан Аллах. Аллах говорит своему пророку, «Скажи, что отвергаешь любые обвинения лжецов на то, что Аллах может обладать каким-либо несовершенством. Возвеличь его, прославь его, отринь любые утверждения о том, что Аллах может быть какой-либо партнер, сотоварищ или соучастник в его власти или какой-либо объект поклонения помимо него. Скажи, я не являюсь одним из многобожников. Я не причастен к многобожникам и не имею к ним никакого отношения, а они не имеют никакого отношения ко мне». Конец цитаты из книги толкования Корана и Бенжарина. Этот прекрасный аят указывает на большую значимость знания исламской акиды и призыва к ней. Следуя примеру посланника Аллаха, его сподвижники также придавали вопросу акиды большое значение. Путь пророка имеет два важных признака. Первое – это знание акиды. Второе – это призыв к акиде. Еще раз повторюсь, путь пророка Мухаммада, саллаллаху алейху ассалям, имеет два важных признака. Это знание акиды, и второе – это призыв к этой акиде. Тот же, кто не изучает акиду, не заботится о ней, но при этом занимается призывом к исламу, тот в действительности не является последователем посланника. Последователями посланника они являются только номинально, это всего лишь беспочвенные притязания. Аллах, субханаху ва та'аля, сказал «Уду'у иля сабили раббика бель хикмати валь мау'идатил хасана ва чадилхум бель летихи ахсан». Призывай к пути твоего Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с ними наилучшим образом. Имам Ибн-Ибн-Каим, рахимахуллах, толкуя данный аят, сказал «Великий и славный Аллах перечислил последовательность в деле призыва и разделил призыв на три категории, каждая из которых соответствует определенным обстоятельствам человека, к которому обращен данный призыв». Первая категория призыва «Когда человек сам ищет истину и если узнает ее, то следует за ней, отказываясь от всего прочего. Такого человека следует призывать мудростью, знанием. Он не нуждается в красивых проповедях и дискуссиях». Вторая категория «Когда человек занят тем, что совершенно противоречит истине. Но если он узнает истину, то сердце его смягчается и он принимает ее и следует за ней. Такой человек нуждается в красивом увещевании, доброй проповеди, в наставлении и назидании». Третья категория призыва «Когда человек проявляет упорство и настойчиво противостоит истине. С таким человеком надо вести дискуссии и споры наилучшим образом, то есть на основе знаний и соблюдая правила этикета». Конец слов Ибнер Каима «В свете сказанного становится понятным путь и программа исламского призыва. Также становятся ясными ошибки, допускаемые некоторыми течениями, и группами, которые обозначили свой призыв к приоритетным видам своей деятельности». Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение посланнику Аллаха, а также его семье и всем его сподвижникам. Лекция 4. Основы исламской атыды «Хвала Аллаху, к Нему мы обращаемся за помощью, у Него просим прощения и защиты от зла наших душ и от скверны наших дел. Тот, кого Аллах повел по верному пути, того никто не сможет сбить. Тот же, кого Аллах сделал заблудшим, того никто не наставит на прямой путь. Свидетельствуем, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и свидетельствуем, что Мухаммад – его раб и посланник». Дорогой мусульманин, пусть Аллах даст сопутствие и легкость на твоем пути. Знай, что исламская акида, являющаяся убеждением спасенной общины, сторонников сунны и джамаата, имеет шесть фундаментальных основ. Вера в Аллаха, в его ангелов, в его писание, в его пророков и в судный день, а также в предопределение всего хорошего и плохого. В Коране и Сунне существует множество указаний на необходимость соблюдения этих основ, и вся исламская умма единогласно принимает их. Аллах, субханаху ва-та'аля, сказал, Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали свои лица на восток и запад, но благочестие в тот, кто уверовал в Аллаха, в последний день, в ангелов, в писание и в пророков. Аллах сказал, воистину мы сотворили каждую вещь согласно предопределению. Аллах говорит, посланник и верующие уверовали в то, что не спослано ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, его ангелов, его писания, его посланников. Они говорят, мы не разделяем между его посланниками. Также Всевышний Аллах говорит, А кто не уверовал в Аллаха, его ангелов, его писания, его посланников и последний день, тот впал в глубокое заблуждение. В достоверном хадисе сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, Вера, иман. Это значит, что ты должен верить в Аллаха, в его ангелов, в его пророков, в его писания, в судный день, а также верить в предопределение всего хорошего и плохого. В этом хадисе пересказаны самые великие основы. Их принято называть столпами имана. Все посланники и все шариаты были едины в призыве к этим основам. Все небесные писания были неспосланы, дабы нести людям эти принципиальные основы веры. Никто не может отрицать их или даже малую часть из них, ведь тот, кто отрицает их, выходит за пределы истинной веры и становится неверующим. Аллах, Свят Он и Возвышен, говорит Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников, хотят разделить между Аллахом и Его посланниками. Они говорят «Мы веруем в одних и не веруем в других» и желают найти путь между этим. Они являются подлинными неверующими. Мы приготовили для них унизительные мучения. «Валлязина аману биллэхи варусулихи валям юфаррику байна ахадим минхум уляэка сауфа юттихим уджурахум вакяна Аллаху гафураррахима» А тех, которые уверовали в Аллаха и Его посланников и не разделяют между ними, он одарит наградой. Аллах прощающий и милостивый. Эти великие основы и непоколебимые столпы нашей веры необходимо разъяснять, что мы и сделаем на последующих уроках, если пожелает Аллах. «Альхамду лиллэхи раббил аламин вассалату вассаламу аля расуллина Мухаммадин у аля алихи вассахбихи аджмаин Хвала Аллаху Господу миров мир и благословение посланнику Аллаха а также Его семье и всем Его сподвижникам». Его семье и всем Его сподвижникам. Первый раздел «Единобожие». «Единобожие во владычестве» Таухид ар-Рубубия «Хвала Аллаху, к Нему мы обращаемся за помощью, у Него просим прощения и защиты от зла наших душ и скверны наших дел. Тот, кого Аллах повел по верному пути, того никто не сможет сбить. Тот же, кого Аллах сделал заблудшим, того никто не наставит на прямой путь. Свидетельствуем, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и свидетельствуем, что Мухаммад его раб и его посланник. Первой основой Акыды является вера в Аллаха, иман. Эта вера подразумевает твердое убеждение в том, что Аллах – Господь и Владыка Всего Сущего, единственный Творец. Он управляет всем миром в общем и в частностях. И только он заслуживает поклонения. У него нет совладельцев и партнеров, нет никого, кто делил бы с ним его власть и его возвышенные качества. Верить в Аллаха значит отрицать любых богов, кроме него, быть убежденным, что все другие божества – это ложь, и поклонение им – это ложь. Аллах Всевышний сказал «Вялика би анна Аллаху хуал-хаб ва анна ма яд'уна мин дуних хуал-баты ва анна Аллаху хуал-алию л-кабир». Это потому, что Аллах есть истина, а то, чему они поклоняются помимо Него, есть ложь, а также потому, что Аллах возвышенный, великий. Вера в Аллах также включает в себя знание о том, что Всевышний обладает неотъемлемыми качествами величия и абсолютного совершенства. Он свободен от любого изъяна и порока. Таким образом, вера в Аллах – это единобожие, талхид. Оно состоит из трех разделов. В каждом разделе рассматривается единственность Аллаха в определенном русле, в определенной теме. Первый вид единобожия – это единобожие во владычестве, талхид ар-рубубия. Второй вид – единобожие в поклонении, талхид аль-улюхия. Третий вид – единобожие в именах и качествах, талхид Первый раздел «Единобожие» — это «Единобожие во владычестве» — Таухид ар-Рубубия. «Единобожие во владычестве» — Таухид ар-Рубубия — это убеждение в том, что только один Аллах является создателем мироздания, только Он управляет всем сущим, оживляет и умерщвляет, только Он дарует жизненный удел. На самом деле, такое убеждение прочно укоренено в сердцах людей, оно имеет очень крепкую связь с самим естеством человеческой души. Поэтому этот раздел «Единобожие» почти никто не отрицает, как сказал Всевышний Аллах. Если ты спросишь у них, у многобожников, кто сотворил их, они непременно скажут «Аллах». В другом аяте говорится Если ты спросишь их, многобожников, язычников и долопоклонников, кто сотворил небеса и землю, они непременно скажут «Их сотворил могущественный и знающий Аллах». В другом аяте говорится Спроси их, кто Господь семи небес и Господь великого трона? Они скажут «Аллах». Скажи, неужели вы не устрашитесь?» В Коране много таких аятов, где Аллах упоминает слова многобожников, в которых они сами признают, что только одному Аллаху принадлежит власть, только Он творит, наделяет уделом, богатствами, оживляет и умерщвляет. Единобожие в том, что касается владычества, сотворения, управления делами этого мира. Так же, как и сам факт существования Всевышнего Господа и Создателя не отрицается никем, кроме отдельных особо заблудших представителей рода человеческого. Но даже эти немногие все равно в глубине своей души, они убеждены в господстве Всевышнего Аллаха. Их отрицание неискренне. Они не верят в Аллаха лишь из высокомерия. Примером такого неверия является фараон, который сказал своим сторонникам «Ма алимту лякум мин иляхин гайри» «Я не знаю для вас иного бога, кроме меня». Муса, мир ему, опровергая его утверждение, сказал «Лякад алимта ма анзалага уля илля рабу самавати вал арда басаира» «Ты уже знаешь, — говорит Муса, — что никто иной, а только Господь небес и земли не спасал их в качестве наглядных знамений». Также Всевышний Аллах сказал о фараоне и его сторонниках «Ваджи хадуби га вастайканат га анфусу гум дульман ва улюва». Они отвергли их, отвергли знамения Аллаха, несправедливо и надменно, хотя в душе своей они были убеждены в их правдивости. Они отвергли знамения Аллаха не потому, что у них был какой-либо довод или аргумент, а просто из-за своей гордости, из-за своей надменности и упрямства. Аллах Всевышний сказал о них Они сказали, есть только наша мирская жизнь. Мы умираем и рождаемся, и нас не губит ничего, кроме времени. У них нет об этом никакого знания, они лишь делают предположения. Их отрицание истины не основано ни на знаниях, ни на конкретных аргументах, ни на здравом смысле, и даже элементарное врожденное мироощущение человека не на их стороне. Ведь вся вселенная, все грандиозные события, которые в ней происходят, указывают на единство Аллаха и на его безграничное владычество. У любого творения обязательно есть творец. И любое событие должно иметь причину. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит Неужели они были сотворены сами по себе, без ничего, без Творца? Или же они сами являются Творцами? Или же это они сотворили небеса и землю? Нет, они лишены убежденности. Один арабский поэт сказал Во всем сущем у него есть знамение, свидетельствующее о том, что он единственный. Поскольку наличие в душе у каждого человека врожденной веры в Создателя является очевидным фактом, уйти от ответа на этот вопрос невозможно, то те люди, которые отрицают существование Творца, вынуждены хоть как-то аргументировать свои тезисы. Иногда они говорят, что этот мир является результатом природы, которая выражена в растениях, животных, неодушевленных предметах. Эти вещи они называют природой и по их мнению они создались сами по себе. В другой раз они говорят, что природа это две вещи. Это свойства веществ и их возможности. Свойствами они называют такие вещи, как, например, жара, холод, влажность, сухость, нежность, грубость и так далее. А возможности это движение, неподвижность, рост, взаимное притяжение парных веществ, репродуктивная способность и так далее. Вот эти свойства и возможности, по утверждению безбожников, и есть та самая природа, которая создала все вокруг нас. Оба эти утверждения не имеют никакого отношения к реальности истине. Если послушать первое утверждение, то получается, что природа является и Творцом, и Творением. Земля создала Землю, Небеса создали Небеса и так далее. Но это невозможно. Так что если первое утверждение о том, что природа может что-то сотворить, несостоятельно, то второе утверждение является еще более несостоятельным. Ведь если сама вещь не может создать себя, то его свойства и качества тем более не могут этого сделать, потому что существование свойств и качеств может иметь место только при наличии самого объекта, носителя данных свойств. Как же свойства и возможности могут создать какой-то объект, если для того, чтобы существовать, они сами нуждаются в существовании данного объекта? Но если появляется какой-то объект, какой-то предмет, то вместе с ним, но не раньше него, неизбежно появляются свойства и возможности. Так же надо сказать, что природа не имеет никаких чувств, никаких желаний, это лишь орудие. Как же от нее могут исходить столь величественные деяния? Как она может творить такие создания, которые поражают своей безупречностью, точностью и совершенством, наполненные величайшей мудростью и абсолютной гармонией? Некоторые безбожники утверждают, что все творения появились путем чистой случайности, якобы случайное столкновение молекул и атомов привело к появлению жизни. И никакой творец не управлял этим процессом, и во всем этом нет никакой мудрости и никакого смысла. Это утверждение также несостоятельно. Ни разум, ни само устройство человеческой души и его фитра не могут согласиться с этим. Если ты посмотришь, насколько безукоризненно организован этот мир, орбиты, по которым движутся светила, творение земли и небес, поведение и путь божьих созданий в этой жизни, безупречная точность и поразительная системность всего, что нас окружает, то ты осознаешь, что все это не может появиться без мудрого Творца. Имам Ибн-Аль-Каим, да одарит его Аллах своей милостью, сказал, Скажи этому безбожнику, который отрицает Аллаха, представь себе, если ты увидишь оросительное колесо, вращающееся на реке, все детали которого прекрасно подогнаны и соединены между собой, все мелкие части имеют идеальную конструкцию и размер. Если человек посмотрит на это колесо, то не увидит никаких недостатков ни в материале, из которого оно сделано, ни в самом внешнем виде. Это колесо обеспечивает водой большой-большой сад. В этом саду большое разнообразие плодов и растений. Также в саду есть люди, которые убираются в нем, непрестанно заботятся и следят за ним, ежедневно облагораживают его. Ничто в этом саду не остается без внимания. Выгода, полученная от этого сада, распределяется среди рабочих, направляется на необходимые нужды наилучшим образом. Каждый получает, соответственно, своим нуждам и потребностям, и каждому выделяется доля, которая соответствует его статусу. Все это происходит регулярно. Как ты считаешь, может ли быть так, что все это всего лишь совпадение, за которым нет никакого управляющего? Никого, кто бы думал, рассчитывал, принимал решения, скажи, что об этом тебе говорит твой разум, если он вообще есть? На какие мысли он тебя наводит? К чему он тебя ведет? Но великий и мудрый Аллах по своей мудрости создал слепые сердца, лишенные всякого благоразумия. Они смотрят на все эти чудесные знамения, но взгляд их подобен скотскому взгляду бездумных животных. Конец цитаты слов Ибн Каима. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословения пророку Мухаммаду, а также его семье и всем его сподвижникам. Альхамду лилляхи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля Расуллина Мухаммадин и аля алихи и сахбихи Аджмаин. Алихи и сахбихи Аджмаин. Алихи и сахбихи Аджмаин.